профессор кафедры дипломатии МГИМО и ваш сегодняшний модератор. Мы собрались для того, чтобы обсудить в рамках Евразийского экономического форума одну из самых, может быть, актуальных и живо обсуждаемых сегодня тем взаимодействия в Большой Евразии. А в центре этой Евразии находится Евразийский экономический союз, у которого много международных партнёров и у которого есть твёрдое намерение выстраивать общее экономическое пространство, укреплять взаимосвязанность, развивать сотрудничество, строить на нашем обширном континенте совместную жизнь. Сейчас всё больше и больше и политиков, и экспертов, и бизнесменов полагают, что оптимальной платформой для такого сотрудничества может стать инициатива формирования Большого Евразийского партнёрства, с которой выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. И сегодня у нас с вами есть уникальная возможность обменяться мнениями относительно того, как эта Большая Евразия будет развиваться. Да, идея объединения усилий в рамках Евразийского пространства сегодня очень востребована. Но готовы ли мы к этому? Какие возможности открываются перед Евразийским экономическим союзом и его международными партнёрами? С какими вызовами они сталкиваются перед меняющейся мировой экономической архитектурой и нарастающими кризисными явлениями в мировой экономике? На эти вопросы мы сегодня и попытаемся найти ответы. В нашей тематической сессии участвуют авторитетнейшие спикеры. Я хотел бы, чтобы аплодисментами вы поприветствовали тех, кто сидит с нами на подиуме. Наши сегодняшние выступающие представляют основные государства и межгосударственные объединения Евразии. Некоторые из спикеров подключатся к нам по видеосвязи. Кто-то из наших уважаемых гостей записал видеообращение. Так что у нас сегодня будет очень хорошая палитра выступающих. Представляют наши спикеры и деловые круги Евразии, что особенно ценно в нынешней ситуации. И круг вопросов, которые мы сегодня будем обсуждать, как вы понимаете, очень широк. И эти вопросы очень разнообразны. Единственное, что нас ограничивает, это время. И поэтому я, как модератор, вынужден установить жесткий регламент по 6 минут спикерам и по 3 минуты участникам дискуссии. Дорогие друзья, я также хотел бы сразу извиниться, потому что в связи с проведением во второй половине дня пленарной сессии Евразийского экономического форума с участием глав государств Евразийского экономического союза некоторые наши уважаемые спикеры будут вынуждены покинуть нас раньше, чем завершится наша дискуссия. Но я очень надеюсь, что это не отразится на нашем обсуждении. Итак, я хотел бы прежде всего сказать, что в мире происходят изменения поистине исторического масштаба. Мы даже, может быть, не до конца еще осознаем их глубину и степень их влияния и на политику, и на экономику. Но мы должны давать на них ответ уже сейчас. Как объяснить происходящие изменения с точки зрения законов мировой экономики? Какие задачи эти перемены ставят перед Евразийским экономическим союзом и какие новые возможности они открывают? Вот об этом я хотел бы попросить рассказать члена коллегии министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академика Сергея Юрьевича Глазева. Прошу вас, Сергеевич. Спасибо большое, Кирилл Михайлович. Уважаемые коллеги, мы действительно живем в период кардинальных изменений. В мире проходят сразу две революции – технологическую революцию, сменяющую технологические уклады, и управленческую революцию, социально-политическую в таком смысле, которая меняет принципиально весь мировой расклад и систему управления. Мы переходим к новому мирохозяйственному укладу, и, к сожалению, нам не удалось перейти безболезненно, осуществить переход. Мы видим эскалацию международной политической напряженности, и то, что сегодня происходит в формате мировой гибридной войны, в которой мы страдаем от всякого рода санкций, торговых войн, прямых агрессий и тому подобное, это агония, собственно говоря, уходящего мирохозяйственного уклада, агония, которая резко ускоряет перемены. И если еще в прошлом году Европейский Союз был наш главный партнер, то сегодня уже нет сомнений, что главным партнером стал Китай. Мы Евразийской экономической комиссией, когда формируем наши программы международного экономического сотрудничества, всегда исходим из презумпции равенства всех, так сказать, партнерских отношений, и стараемся вести сбалансированные наши внешние контакты. Ну, так уж, знаете, получается, что с западными партнерами у нас такие были отношения чисто формальные, опосредованные международными организациями, мы строго соблюдаем международное право, а вот с азиатскими партнерами у нас очень активно идет сотрудничество, с большим количеством стран подписаны меморандумы о сотрудничестве, с Китаем подписано большое соглашение, сейчас подписан общий план работы с Шанхайской организацией сотрудничества, выстраиваются контуры зон свободной торговли с Ираном, с Индией, с Сингапуром, Вьетнам у нас в зоне свободной торговли, то есть мы, в общем-то, движемся, как говорится, в тренде смены мирохозяйственных укладов. Новый мирохозяйственный уклад с центром Юго-Восточной Азии сегодня все больше формирует, глобальное экономическое развитие Китая и Индия обеспечивают прирост больше половины мирового валового продукта, их темпы развития не останавливают ни пандемии, ни гибридные войны, и преимущество этого нового мирохозяйственного уклада заключается в той системе управления, которую они предъявили миру. Это конвергентная система, сочетающая преимущества директивного стратегического планирования, определяющего приоритеты общей для развития экономики и рыночной конкуренции. Это мирохозяйственный уклад, которым государство дает возможность развиваться всем, продавая гибкую денежную политику и обеспечивая деньгами все виды созидательных инициатив. Мы его назвали интегральным, потому что он объединяющий. Он объединяет социальные группы вокруг общей цели подъема общественного благосостояния, где страны вокруг общих критериев повышения уровня жизни. В отличие от либеральной глобализации, здесь главным становятся совместные инвестиционные проекты, сочетание конкурентных преимуществ, общие программы развития в интересах всех участников. При этом никто никому не навязывает своих моделей. Этот уклад характеризуется разнообразием. Мы в Евразийском экономическом союзе уважаем суверенитет всех участников. У нас у всех равные права, равное количество голосов. Мы консенсусом принимаем решения и строим отношения с нашими партнерами тоже в духе соблюдения международного права, уважения суверенитета, обеспечения справедливости, прозрачности, взаимовыгодности и не стремимся ничего никому навязывать. Вот этот вот консенсус интеграции, гармонизации наших интересов является, в общем-то, очень привлекательной интеграционной моделью. Игорь Михайлович вспоминал большое евразийское партнерство. Это хороший такой образ сотрудничества, который был выдан руководством России. Мы его реализуем, в том числе в сопряжении с программой «Один пояс, один путь» и устраиваем референциальные отношения с другими нашими партнерами. Но новый мирохозяйственный уклад – это и новая архитектура. Не мы, как говорится, первые начали этот перелом. Мир к нему подходил постепенно. Мы уже давно ведем работу по переходу национальной валюты. Но вот эти беспрецедентные финансовые санкции, аресты активов привели к тому, что обладатели мировых резервных валют совершили такое, я бы сказал, коллективное самоубийство. Они сами ликвидировали свой статус резервных валют. В мире сегодня нет уже, де-факто, никаких резервных валют, обладающих свободной конвертированностью. Нам нужно думать о создании принципиально новой валютно-финансовой и торгово-экономической системы. Мы об этом говорим давно, но именно сейчас наступил переломный период. Возврата к старому уже не будет, все это понимают. Мы оказались не вполне к этому готовы, в том плане, что мы по-прежнему ориентируемся на западные центры ценообразования, на западные курсы валют, на западные рейтинговые агентства, которые уже с 2008 года утратили полностью авторитет. Переход к новому мирохозяйственному укладу, по сути, начался с мирового финансового кризиса. Уже тогда было понятно, что эти западные мировые резервные валюты не выполняют своих функций, что работать в них опасно, что центры ценообразования в Европе, в Америке, они перестали выполнять все нормальные функции центров ценообразования, они стали предметом глобальных спекуляций, с которыми мы столкнулись позапрошлым году, когда цены на базовые новые ресурсы обрушились практически до нуля. То есть нам такая нестабильность не нужна. Мы подошли уже сегодня к тому рубежу, когда нужно говорить о создании общего, единого экономического пространства в Евразии, имея в виду концепцию большого евразийского партнерства. И в плане наполнения этой концепции мы сегодня инициативно с моим коллегой Дмитрием Митяевым хотим предложить вашему вниманию концепцию создания новой мировой, ну евразийской, скажем так, для начала, цифровой расчетной валюты, которая бы заменила западные резервные валюты в качестве инструмента, который бы обеспечивал нам справедливый, эффективный и защищенный от всякого рода санкций товарообмен, опирающийся на наши ресурсы, которые мы сами производим, сами должны формировать систему ценообразования. И без этого инструментария сегодня нам обеспечить устойчивое развитие в будущем будет очень сложно, потому что мы, конечно, перешли в национальные валюты уже, в Евразийском экономическом союзе это уже свершившийся факт, но нужна общая система ценообразования, нужна прозрачная система валютных отношений, нужны стабильные обменные курсы, и этот, казалось бы, технический вопрос, на самом деле, имеет гигантское значение с точки зрения наполнения нашего большого евразийского партнерства общими институтами, созданием общего каркаса такого евразийского экономического регулирования. Замечу сразу, что это не официальная позиция евразийской комиссии, я, как ее представитель, вас поздравляю, скоро вам желаю успехов в нашей сессии. У нас действует официальный орган, недавно мы создали вспомогательный комитет по международному сотрудничеству, а то, что мы сегодня, сейчас Дмитрий Аркадьевич и доложит, это не является частью нашей официальной повестки, это такая экспертная разработка, над которой мы предлагаем вместе подумать и призываем участников секции нашей сегодняшней, которая будет обсуждать проблематику международного сотрудничества, исходить из того, что мы находимся в принципиально новой сегодня ситуации, как я уже сказал, возврата к старой системе не будет, нам нужно общими усилиями как можно быстрее создавать нашу комфортную, удобную и надежную систему сотрудничества со своими институтами регулирования, новый мирохозяйственный уклад Евразии. Спасибо большое, Сергей Юрьевич. Давайте поаплодируем коллегу Митяеву, ответственному секретарю научно-технического совета при председателе Евразийской экономической комиссии для краткой презентации. Да, я постараюсь, 3-4 минуты. То, что Сергей Юрьевич сказал, уже все вводные дал. Но первое, постановка вообще вопроса, тот отказ в обслуживании глобальной финансовой торговой системы, которую мы видим, не является случайным. Вообще говоря, происходит на наших глазах взрыв этой западной глобальной финансовой торговой системы, ну или управляемый снос, как это было, 9.1.1. Это мы увидим чуть позже. Соответственно, с точки зрения торговли мировой, мы все держатся на морской оси, все происходит через море. И здесь у Запада есть такая иллюзия, была, по крайней мере, до последних событий на энергетических рынках и на продовольственных рынках, что с точки зрения торговли Большой Евразии можно серьезно рассматривать и пассивно, так сказать, принуждать к любому развитию событий. С точки зрения потоков, мы видим, что основные потоки идут в морской торговле, это фракт, но уже в 2020-2021 году стоимость фракта морских перевозок выросла в 5-7 раз, при том, что континентальные контейнерные перевозки остались стабильны. Соответственно, это говорит о том, что до всяких еще событий, до вот этих санкций последних, все уже начало происходить, и речь идет о том, что просто на кого-то, так сказать, списать издержки этого обрушения. С точки зрения финансовой системы, еще меньше здесь Большой Евразии мы не видим практически с точки зрения активов и с точки зрения долгов. И тоже есть иллюзия, что здесь это подавляющее преимущество, финансов можно использовать для сохранения своего господства. Тем не менее, вот этот глобальный дисбаланс между богатством, накопленным и отчасти нарисованным, и населением, он постоянно растет, и ничему хорошему он не приведет, уже не привел. Но с точки зрения долгосрочных трендов, маятник истории возвращается в Евразию, как было в начале 19 века, две трети мирового ВВП в Азии, в странах Юга и Востока так, Юго-Восточный Азии так, туда это все и возвращается. И, кроме того, есть внутренние циклы уже валют, они примерно 100 лет, плюс-минус. И с этой точки зрения у доллара США тоже перспектива не очень длинная. И вот режим с обострением, и вот этот срыв в гиперинфляцию начался в 2020-2021 году. Соответственно, все напечатанные деньги, а напечатано было там всего больше 10 триллионов долларов за последние два года, столько же примерно, сколько до этого, за 10 лет, достались 1% через фондовые рынки. И то же самое происходит с потенциальным ростом, эскалацией на всех остальных фондовых, недвижимости и так дальше. Поэтому говорят, что то, что называется Бреттон-Вудс-2, это была система после отказа Америки от золотого стандарта в 1972 году, она практически не то, что несправедлива, но она уже не функциональна. Соответственно, теперь вот я очень коротко, какие варианты решения задачи. Значит, ну вот разные расчеты показывают, что ЕАЭС занимает, ну опять же, эти цифры всем известны, не очень большую долю, меньше 3% мирового ВВП, хотя с точки зрения даже устойчивости и расчетной единицы в ЕАЭС возможно это обеспечить, но это не будет решать вопрос большой Евразии. Здесь есть еще формат ШОС, естественно, есть формат БРИКС+. В БРИКС есть уже по взаимных валютных резервам, и там веса стран отчасти с ВВП соотносятся. Соответственно, есть еще расчет по стратегическим ресурсам, так вот больше половины основных стратегических ресурсов находятся в наших объединениях евразийских, и, естественно, эти стратегические ресурсы могут быть использованы при этой международной расчетной валютной единице. Такие, еще раз говорю, есть сейчас расчеты. Еще 10 лет назад на Астанинском экономическом форуме в Глазе с группой коллег делал соответствующий доклад, как это может все выглядеть. Соответственно, это пробивает себе дорогу. Я завершаю. Вот с точки зрения инфраструктуры нужно… Здесь целый ряд элементов, но здесь не все отражены, здесь есть у нас биржи, но поскольку глобальные все вот эти элементы биржевого пространства, аудит, клиринг и так дальше, все это упадает, надо все строить свое здесь. Соответственно, совсем краткое, совсем краткое, тоже такой условный пример, как это может работать для России. Вот Россия – это другая модель экономики, другая модель экономической политики. Вот то, что Глазев говорил на предыдущей сессии, речь идет про экспортные послены, которые могут, с одной стороны, отсечь нас от режима той гипернупуляции, которая глобально происходит сейчас, и, с другой стороны, позволит использовать природную ренту на программы развития. Соответственно, завершая, с точки зрения общего результата и бонуса, мы знаем, что вот это вот занижение номинального ОПК к тому, что по приоритету покупательной способности составляет порядка двух раз. Для разных стран по-разному, для России два с половиной раза, для Киргизии три с лишним раза, ну и так дальше. То есть, вот это вот осуществление такой программы создания своей валюты позволит использовать вот этот вот, и выровнять этот дисбаланс, и, соответственно, получать соответствующий бонус. Самое главное, позволит устойчивость и макроэкономическую, и геополитическую в большой Евразии создать. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Аркадьевич. Дорогие друзья, значительная часть государств Евразии является либо членами Шанхайской Организации Сотрудничества, либо наблюдателями при Шанхайской Организации Сотрудничества, либо партнерами ШОС по диалогу, либо хотят присоединиться как-то к семье ШОС. И хотя мы с вами знаем, что Шанхайская Организация Сотрудничества создавалась более 20 лет назад, как международная региональная организация, главной целью которой была борьба с терроризмом, сепатизмом, экстремизмом. Тем не менее, ШОС могла бы, конечно же, сыграть весьма существенную роль в формировании большой Евразии с точки зрения экономической. И поэтому я очень рад тому, что сегодня в нашей дискуссии участвует генеральный секретарь Шанхайской Организации Сотрудничества, господин Джан Мин. Давайте поприветствуем его. И мне хотелось бы задать ему вопрос. Какое место в деятельности ШОС занимает Евразийский экономический союз? И вообще экономическая повестка дня. Звучит М, я благодарен вам, что я气, наглядно! Далее я хочу поговорить. Спасибо. Спасибо. Вы были одним из тех, кто в течение этих 20 лет внесли свой флаг в развитии нашей организации. В этом сессии я хочу с вами поделиться некоторыми моментами. Я вновь избранный генеральный секретарь ШОС и хотел бы с вами поделиться некоторыми. И это мой первый выезд за границу в качестве генерального секретаря ШОС. Я очень рад, что сегодня имею честь присутствовать на данном мероприятии. И как государство члены ШОС и также имею возможность выступать на данном мероприятии, я хотел бы поделиться с вами. Как вы знаете, в настоящее время международная ситуация претерпевает глубокие изменения. И как мы знаем, мы уже не можем вернуться в прошлое. Мы должны все смотреть вперед и развиваться. И уже на форуме, слушая участников, а также во время переговоров с государственными членами, я могу сказать, что основной наш вектор развития – это многополярность. И могу сказать, что нам нужно развиваться на общемировых стандартах и порядках. И также основываться на порядках, которые предлагают ООН. Вы знаете, что ШОС является открытой организацией. И ШОС подписал многосторонние договоры не только с Евразийским экономическим комиссией, но также с 15 организациями при ООО. Вы знаете, что изменения, которые происходят в мире, они колоссальные, но также они дают новые возможности для развития. И.М. Мы, Евразийский экономический союз, ШОС, являясь основными и важными участниками мирового процесса, должны объединяться вместе. Только объединив усилия и взаимодействие, мы можем построить новый миропорядок. Сегодня регион ШОС простирается на обширной территории. У нас богатые ресурсы, широкий рынок. Население стран ШОС более 3 миллиардов составляет, и это более половины населения Земли. И услышав эту цифру, вы можете почувствовать, что это действительно огромный рынок. Таким образом, мы, используя наши ресурсы, должны сотрудничать, взаимодействовать с остальным миром, и также продвигать наш внутренний рынок. Также обеспечивать порядок цепей, поставок. Как я уже выразился, население стран ШОС более 3 миллиардов. Помимо этого, у нас большие, мы богаты ресурсами нефти, другими минеральными ресурсами. Но хочу здесь уточнить и сказать, что самый основной наш ресурс, это человеческий ресурс. Хочу здесь еще раз сказать, что нам нужно уделять большое внимание человеческим ресурсам, и нужно правильно использовать наши ресурсы. И особенно, что касается женщин, молодежи, детей, нам нужно особое внимание обращать на образование, культуру. Итак, последнее, я думаю, что это очень важный момент. И как вы все знаете, в последние годы экономическая ситуация очень сильно осложнилась. Но я могу сказать, что государства, члены ШОС, за последние 10 лет действительно сделали большой шаг вперед. Я увидел своими глазами во время этого визита, что произошли большие изменения. И также могу сказать, что мы собираемся развивать финансы, транспортную инфраструктуру. Мы знаем, что все эти经济活动都要取决于金融. 金融, можно сказать, это все эти经济活动. Вы знаете, что вся экономическая деятельность основывается на финансах, и финансы являются здесь очень важным моментом. И из-за ситуации в мире, можно сказать, что кровь в виде финансов нам всем не хватает ее. И из-за ситуации, конечно, отразилась на нашем регионе и на всем мире. И я считаю, что финансовая и экономическая деятельность в рамках ШОС с нашими организациями будет очень полезной. И сегодня мы свидетели того, что Евразийский экономический союз, а также другие организации открыли свои банки. И ШОС уже некоторое время обсуждает вопрос именно сотрудничества в этом полюсе. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет развиваться именно в этом ключе. Я надеюсь, что мы с вами поделимся своим мнением, и хотел бы, чтобы мы вместе с вами смогли развивать новый миропорядок, новую экономическую деятельность. Желаю благотворной работы в форуме. Спасибо. Я надеюсь, что наше внимание видеть, что и в Евразии, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе идут аналогичные процессы. Формируются объединения, подписываются соглашения. Вот скажем, в текущем году одним из главных событий было вступление в силу соглашения о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве. А на днях президент США Байден и ряд государств Азиатско-Тихоокеанского региона объявили о запуске инициативы под названием «Индо-Тихоокеанское рамочное экономическое партнерство». Поэтому, конечно, нам в своем развитии тоже нужно учитывать этот опыт. И я хотел бы спросить об этом заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Александра Анатольевича Панкина. Как Евразийский экономический союз позиционирует себя в этом обилии интеграционных процессов, соглашения о свободной торговле, новых проектов? Что Россия, как один из государств-членов ЕАЭС, предлагает в этой связи? Александр Анатольевич, Вам слово. Спасибо большое, Кирилл Михайлович. Но с учетом заданного регламента, я не буду повторять то, что говорилось сегодня на стратегической сессии. Она была очень интересной, я думаю, многие из вас слышали. И вот рефремом созвучный генеральный секретарь Шосс повторял целый ряд моментов. Первое. Евразийск должен, мы, государственные, должны лучше понимать, что мы можем быть самодостаточными. У нас огромный, не реализованный потенциал. У нас богатый потенциал ресурсный, энергетический, сырьевой, продовольственный, сельского хозяйства, земельный, человеческий, инновационный. То есть все составляющие успеха не задействованы. Где-то на 50%, где-то больше, где-то меньше. Второе. У нас есть еще до того, как возникло ухудшение ситуации в сегодняшнем геополитическом. У нас уже были намечены планы, которые надо продолжать реализовывать. Стратегии, планы, связанные с цифровизацией, связанные с созданием единых рынков в финансовой сфере, в энергетической и так далее. А третий посыл, который звучал, но вот я его готов больше сейчас развить, что при этом мы не замыкаемся на себя. Самодостаточность не означает, что только сами между собой. Мы открыты миру. Мы приветствуем многополярный мир, как говорил уважаемый генерал-испетер Шосс, в том понимании, что мы готовы и торговать, и инвестиционным сотрудничеством, и иным заниматься со всеми странами мира. Вопрос только в том, чтобы это строилось на принципах тех, которые у нас между собой. Равенство, что Евразия — это не Россия и небольшая группа друзей, или, как иногда наши недруги пытаются представить, небольшая группа стран, которые вынуждены подстраиваться под Россию. Сидящий в этом зале, я знаю, что Евразия давно уже развалилась, если бы каждый из членов Евразии не получал свою выгоду, в том ли объеме, которому рассчитывают, большим, чем рассчитывают. Но нас скрепляют именно вот эти принципы равенства, которые в плане принятия решений, в плане уважительного отношения при принятии, при подготовке решений, в плане разруливания, как сейчас говорят, возникающих проблем. В любой нормальной семье есть проблемы, они возникают, они устраняются подобраны. Так вот, все эти факторы, они в пользу того, чтобы Евразия позиционировала себя. Но не чисто формально, вы знаете, что мы очень тщательно, щепетивно, это правильно, экономически обоснованно подходим к формализации тех временных отношений, зон свободной торговли, договоров о торгово-экономическом отношении, о меморандумах взаимодействия комиссии. У нас, мне кажется, надо предстоящий период вот этой стратегической выдержки, когда нам надо пройти испытания. Испытания, потому что я не буду повторять то, что говорилось, да, адские или атомные санкции против России, не менее ядерные против Белоруссии, шантаж, грубо, против наших друзей внутри Евразии, силовые методы против наших партнеров по всему миру, насколько бы они симпатии не относились к нашей стране, к нашим близким соседям. Все это надо преодолевать. И нужно проводить мысль о том, что мы готовы предоставлять преимущества. Ну, не односторонние, а не взаимные. Вот даже вопрос о валютах, расчетах. Да, сегодня оказалось, что от нас зависит продовольственная безопасность в мире. Это при небольшом, все-таки, удельном месте российского сельского хозяйства, белорусского и нашего, миросоюзского. Но это ключевой фактор для той конфигурации рынков и для тех правил игры, которые сегодня у них есть, в том числе и ценообразовательные, о чем тоже Сергеевич правильно говорил, что, может быть, здесь надо по-иному. То есть определенное преимущество Евразии, которое мы, может быть, знаем, но не афишируем, их надо больше афишировать нашим партнерам. Позиционирование. Ну, у нас очень много соглашений разного рода, вот таких разноуровневых. Вопрос не в формализации таких соглашений, когда это просто налаживание контакта, вопрос возлечения практически в дальнейших шагах. Я вот упомянул, что у нас налогные государства членов одобряются, принимаются, такие соглашения, там, имеют договоренности. У нас секретариат, велика, активное взаимодействие с еще более широким кругом международных организаций, объединений, стран, но очень важно, чтобы деловое сообщество, чтобы деловое сообщество, бизнес, то бизнес, или как это там принято сейчас называть, это в сферу взаимодействия, чтобы было понимание у бизнеса, выгод, риск, возможности их преодоления, без ущерба для своей, там, репутации, без ущерба для своих интересов. Вы знаете, что то, что сейчас вот развернулось, это психологическое, гибридное, это иная информационная война, когда просто хотят заставить перестать быть вместе. Обещают за это что-то, но это что-то явно не покроет никогда тех преимуществ, которые мы можем вместе реализовать, для себя вместе с теми, кто готов продолжать быть нашими партнерами, друзьями. Я повторяю, двери не закрыты ни для одного европейского региона, заметьте, даже семантически, мы говорим об Евразии, то есть евро присутствует, евро, не знаю, в лице трех государств, или кто еще считает себя причастным к евро, части Евразии, но евро будет присутствовать, иначе мы просто говорили бы об азиатском сотрудничестве. Но я хочу сказать, что помимо Азии, Большой Азии, с Дальнего Востока, с Южной Азии, с частью Арабского мира, не надо забывать про Африку и Латинскую Америку, потому что там существуют, там тоже центры силы, экономические силы, центры экономические силы, которые давно, очень давно, в десятки лет говорят о необходимости нового международного экономического порядка. Не из-за действий России в этом году, не из-за действий России, 8 лет назад и других событий, просто потому, что система перестала быть адекватной и справедливой очень давно. И это наши партнеры, потенциальные партнеры понимают. Я не говорю, что надо разогревать этот интерес, но надо учитывать, что они тоже не всегда, не во всем готовы смиряться со своим положением, когда им что-то диктуют другие державы или сверхдержавы. Поэтому мне кажется, что международные, у нас есть стратегии, у нас есть направление международной деятельности Евразийского союза, надо просто их, может быть, по ходу и перестраивать и прагматизировать, подключая бизнес, сектор, деловые ассоциации. И ту общественность, которая связана с деловой активностью, это могут быть не обязательно люди с интересом, как говорится, имущественным, материальным, но заинтересованные в том, чтобы такие связи налаживались, такие связи регулировались. Мы рассчитываем, что Евразийская экономическая комиссия будет сопровождать всю эту работу. Спасибо. Спасибо, Александр Анатольевич. Я хотел сказать, что с тезисом открытости наших подходов к евразийской интеграции и к более широким процессам формирования Большой Евразии. И в этом, безусловно, наше преимущество и кричащее отличие от многих тех структур, которые сегодня создаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе неинклюзивного характера. Чего и греха таить. Многие из них откровенно направлены против отдельных государств нашего региона. Сегодня к нам присоединяются наши коллеги из Республики Беларусь, которые являются одним из важнейших участников интеграционных процессов. И я с удовольствием передаю слово заместителю министра иностранных дел Республики Беларусь Амбразевичу Юрию Георгиевичу. Юрий Георгиевич, вам слово. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я так понимаю, настроение такое, что мы все говорим об одном, мы говорим схожими тезисами. Это лишний раз подтверждает наше единство, как политическое, так и экономическое, так и взгляд на перспективу. Становление ЕАЭС приходится на кризисное время глобальных перемен. И многие аналитики полагают, что мир уже в ближайшей среднесрочной перспективе все-таки станет многополярным или станет миром макрорегионов. Согласен в этом ключе с Сергеем Юрьевичем Глазимым о том, что на наших глазах рождается вот этот новый международный хозяйственный уклад, который, безусловно, нужно учитывать. И большинство факторов говорит именно в пользу такого сценария, нежели сохранение нынешней концепции глобализации, ведомой коллективным Западом. Переход к многополярному миру будет сопровождаться, на наш взгляд, с значительными потрясениями. Неминуемы столкновения Запада, отстаивающего своего доминирования, с растущими лидерами, которые будут играть главные роли в формировании новых полюсов. Как представляется, нынешний конфликт в Украине лишь одно из таких потрясений. Отрадно, что он подтвердил на примере голосований в ООН в том числе, что все больше не западных стран выбирают свои собственные интересы. Новым полюсам развития, однако, предстоит, конечно, потрудиться, чтобы доказать свое право на жизнь, на развитие. Прежде чем мир макрорегионов увидит свет, мировой порядок ждет, как представляется, много болезненных переменей. Достаточно представить, например, процесс доделоризации и его последствия для международной торговли всей финансовой системы, укорачивание производственно-логистических цепочек, их замыкание в рамках емких региональных объединений или обретение промышленностью своей прежней первостепенной роли в экономике и связанный с этим рост значения специализации государств в зависимости от доставшихся им природных ресурсов. Ориентация на самодостаточность и более высокая устойчивость экономики к внешним шокам, эффективная управляемость на базе сильных государств и их социальная ориентация, синергический эффект от взаимодополняемости, прежде всего в промышленной кооперации, вот как представляются в Минске те качества, которые позволят макрорегионам стать действенной альтернативой западной глобализации, обеспечить в итоге более справедливое распределение ресурсов и доходов и инклюзивное вовлечение всех, без исключения людей, в эффективное развитие. Надо признать, что либеральный мировой порядок делает невозможным позитивный ответ на вопрос о том, когда же золотой миллиард и третий мир сравняют с такими уровнями жизни. Концепция глобализации навсегда консервирует этот разрыв. ЕАЭС, на наш взгляд, имеет все шансы, чтобы стать одним из макрорегионов, при условии, что так или иначе, но члены Союза будут едины в ответе на внешние шоки и в понимании важности создания полноценных региональных цепочек производства. Политическое единство элит, их воля и понимание ответственности перед народами – это залог успеха проекта Союза. И в формировании политического единства определяющая роль все-таки принадлежит объективному лидеру, который должен обеспечить механизмы действенного учета интересов всех членов Союза. И только тогда наш Союз сможет устоять перед внешними шоками, построить высокоэффективную экономику, иметь эффективную политическую систему принятия решений и вписаться в последующее международное разделение труда между макрорегионами. От внутреннего качества интеграции напрямую зависит и качество нашего общего международного статуса и все вытекающие выгоды для членов Союза. Уважаемые дамы и господа, объективные процессы глобального переустройства, строительства Евразийского экономического союза и обретения нашим Союзом своего места в новом мире, происходят и будут далее происходить параллельно. И АЭС важно продолжить взаимовыгодное сотрудничество с аналогичными региональными объединениями и странами, готовыми к равноправным контактам. И в некоторых из них уже просматриваются будущие макрорегионы. Думается, что взаимодействие в рамках БРИКС может стать прообразом механизмов интеграции и интеграции, взаимодействие между этими макрорегионами, которое, безусловно, будет иметь место после того, как улягутся все основные потрясения переходного периода. Такое взаимодействие будет стабильным и эффективным при важнейшем условии, о котором уже говорил Александр Анатольевич, это равноправие игроков и вытекающий из этого принципа отказ от вмешательства во внутренние дела. В этом контексте хочется напомнить, что в мае 2021 года на международной онлайн-конференции высокого уровня по теме использования потенциала межрегиональной интеграции для достижения цели устойчивого развития, которое организовала Беларусь вместе с ЮНКТАП, принимали участие все значимые региональные интеграционные объединения и международные организации. За исключением Евросоюза и USMCA. На наш взгляд это показывает нацеленность Северной Америки и Западной Европы на развитие мира все-таки по другому сценарию, на сохранение их доминирования. Участники упомянутой конференции согласились в том, что региональные интеграционные проекты, объединяющим началом которых является прежде всего торговля и развитие, заинтересованы в изучении наилучших практик институционального строительства, да и внешних механизмов сотрудничества. В этом контексте здесь же упоминался регулярно, конечно, инструмент вот этот бизнес-то-бизнес взаимодействия, о котором тоже упоминал уважаемый коллега из Министерства и иностранного дела Российской Федерации. Благодаря усилиям группы стран ЕАЭС, то есть наших с вами коллег, такая возможность теперь создана на площадке Юнгтаг. Эти вопросы вписаны в мандат организации в соответствии с ее решениями 2021 года. Полагаю, что нам нужно продолжить лидировать, чтобы Евразийский наш союз лидировал в продвижении темы интеграции и интеграции на международной площадке. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Юрий Дниус, продолжателей этой традиции евразийства. Является совещание по взаимодействию мерам доверия в Азии. И мне очень приятно представить вам, дорогие друзья, исполнительного директора секретариата СВМД Кайрата Шараевича Сырбая. Давайте мы поаплодируем. Я с удовольствием предоставляю его слуги. Неожиданное вступление в 20-е годы 20-го века, поскольку все-таки мы ведем отсчет совещания с 91-го года. Но я думаю, что действительно, наш Султан Абешевич, он глубоко проникся евразийской инициативой, идеями. И это он всю жизнь на протяжении своей политической карьеры демонстрирует. Поэтому я, наверное, думаю, что все-таки соглашусь с вами, что действительно поиск общего, поиск общего знаменателя на нашем большом евразийском пространстве двигало с Султаном Абешевичем, когда он в 91-м году, впервые выступая в качестве президента независимого Казахстана, инициировал такое большое совещание. Очень долго мы шли к какому-то результату, и в конечном итоге, тогда, когда создался ШОС, параллельно создалось и наше совещание. Поскольку о совещании по взаимодействию мерам доверия в Азии здесь, может быть, не вся аудитория хорошо знает, я так позволю себе напомнить, что это объединение 27 государств Азии. Господин Джан Мин только что сказал, что более 3 миллиардов в составе ШОС, в СВНДА чуть больше, потому что у нас больше государств-членов. Но все государства, входящие в ШОС, они являются также и государствами-членами совещания по взаимодействию мерам доверия, СВНДА, как мы коротко называем. В прошлом декабре наше государство-члены поручили секретариату, который я имею честь возглавлять с 2020 года, инициировать установление контактов с Евразийской экономической комиссией для налаживания конструктивного и взаимовыгодного взаимодействия. Кстати, сегодня очень много говорили про принципы равноправия. Это, безусловно, важнейший принцип международного права. Но вот взаимовыгодность, об этом еще мало говорили, я думаю, что это тоже не менее важно, особенно когда мы говорим о каком-либо устойчивом взаимодействии. Я считаю, что задача, которую мне поставили мои 27 государственных членов, она была реализована, и сегодня я присутствую впервые на этом замечательном форуме. Я только здесь узнал, что он вообще впервые в истории проходит, поэтому хочу поздравить всех организаторов. Это замечательная идея, инициатива, и самое главное, спасибо, что не забыли СВНДА, тем более, что мы на нашей встрече с Михаилом Владимировичем Масниковичем в марте этого года в Москве в Евразийской экономической комиссии договорились, что мы реализуем поручение моих государственных членов, государственных членов ЕАЭС, о том, что мы создадим какое-то взаимодействие. Видимо, подпишем меморандум, формализуем. В СВНДА у нас существует пять широких измерений сотрудничества. Она очень созвучна тем, что занимается ШОС. Прообраз была организации, которая сегодня совершенно не в фаворе и не справляется со своими функциями. Это организация по безопасности сотрудничества в Европе. Как бы вопросы военно-политического измерения, вопросы борьбы с новыми вызовами, вопросы экономического взаимодействия, экологического и, что не менее важно, гуманитарного. Так вот, в СВНДА 60% нашей деятельности, они сосредоточены именно в экономическом измерении. И это говорит о желании государственных членов нашего совещания сфокусироваться на предметных, на конкретных проектах взаимодействия, приносящих взаимную выгоду. Взаимную выгоду, еще раз подчеркиваю. В этом году государственные члены СВНДА намерены запустить процесс трансформации совещания в полноценную международную организацию с целью перехода на новый уровень сотрудничества между его членами. Ожидается, что такое решение будет принято главным государством правительства на 6-м саммите СВНДА в Мурсултане в октябре 2022 года, в этом году. На основе анализа стратегического управления развития ЕАЭЛС и каталога мер доверия СВНДА, это наш главный документ, главное меню, по которому наши государственные члены определяют те или иные сферы взаимодействия, можно выделить немало сфер, которые представляют общий интерес. В первую очередь, это, наверное, экономика, финансы, торговля, инвестиции, развитие малого и среднего предпринимательства, сельское хозяйство, особенно в целях решения такой острой и актуальной проблемы, о чем мы сегодня очень много говорили, это обеспечение продовольственной безопасности. Это также и новые направления сотрудничества, например, цифровизация информационно-коммуникационной технологии в нашем вокабуляре, сейчас это уже устоявшиеся феномены и термины. С учетом значительного количества стран, не имеющих выхода к морю, и необходимости устойчивого развития внутри континентальных территорий, перспективно видеться совместное развитие транспортных коридоров и мультимодальных перевозок, о чем сегодня в совместном докладе Глазьева и Витяева тоже говорилось о том, что необходимо развивать коридоры. Но никакие экономические меры не могут считаться эффективными, если они не человекоцентричны. Сегодня первая тематическая сессия была как раз-таки о том, куда движется евразийская экономическая интеграция с точки зрения простого человека. Никита Сергеевич Михалков, Олжас Умарович, Сулейменов глубокими мыслями поделились, и я думаю, что это было очень правильно, что нам необходимо ориентироваться, в первую очередь, на человеческий потенциал нашего государства. Ну, туризм, вопрос экологии, охраны окружающей среды, все это очень важно развивать не просто как какие-то абстрактные защиты окружающей среды, а именно как развитие, наверное, зеленой трансформации, выработка энергосбережения, энергоэффективности, использование возобновляемых источников энергии и государственные СВМДА располагают значительным технологическим потенциалом. Таким образом, спектр наших экономических вызовов и возможностей, глобальные региональные потрясения и, наоборот, вызовы, цели устойчивого развития и защиты окружающей среды свидетельствуют о необходимости более тесного взаимодействия. И ключевое слово, сейчас мы это развиваем в СВМДА, взаимосвязанности на азиатском и в более широком контексте евро-азиатском направлении. Взаимосвязанность стала насущей потребностью, особенно в свете продолжающейся революции в области информационно-коммуникационных технологий, транзитных, транспортных коммуникаций, доступа к рынкам капитала, товаров, услуг и труда, научных и технологических возможностей, а также немаловажно свободного движения идей и людей. В СВМДА существует заинтересованность в использовании потенциала, большого потенциала Евразийского экономического союза для активизации экономического измерения СВМДА, интенсификации диалога бизнес-сообществ, в том числе, сегодня об этом тоже говорилось, B2B, в том числе путем развития сотрудничества между деловым советом СВМДА, он достаточно успешный, и председатель делового совета одновременно является важной фигурой в деловом совете Евразийского экономического союза, господин Оренбек Баталов, как бы в одном лице представляет две большие географии, то есть она одна география, разная структура. Хотел бы выразить уверен, что установление эффективного взаимодействия, то есть мы еще не подписали ничего, у нас есть только намерение, но я уверен, что и комиссия, и наш секретариат, мы подойдем к ответственности по поручению наших государств-членов, и мы выработаем устойчивый механизм нашего взаимодействия на благо всех наших государств-членов, и это принесет ощутимые дивиденды для всех нас. В заключение, наверное, все-таки надо поблагодарить наших уважаемых хостов, наших уважаемых хозяев, Харвыцкую республику, спасибо большое за гостеприимство, правда, сегодня я остался без обеда, но надеюсь, что все равно мы это каким-то образом компенсируем, еще не вечер. Хочу особо отметить, что Харвыцкая республика является одним из членов-основателей СВНДА, я высоко оценю вклад в Харвыцтан в процесс совещания и наше активное сотрудничество. Еще спешу аудиторию также поздравить, была принята по итогам государственного визита президента Казахстана Фасмужом Артемия Чепухаева, совместное заявление с президентом Республики Сады Жапаровым, где наша организация, я имею в виду и Евразийское экономическое союз, и совещание по взаимодействию мерного доверия упоминаются, и я знаю, что господин президент Жапаров выразил в этом большом документе поддержку трансформации и заверил, что он принял самое активное участие в саммите, о котором я уже говорил. Поэтому спасибо еще раз всем за приглашение, спасибо за ваше внимание. Большое спасибо, Кайра Шараевич. Я тоже присоединяюсь к словам и благодарности наших спикеров, которые принимают участие в пленарном заседании нас покинуть. Я думаю, что мы не будем на них обижаться, это их почетная обязанность, поэтому мы продолжаем в их отсутствие. Господин Джан Мин, господин Сырыбай, вы можете нас оставить. Мы желаем вам приятного продолжения сегодняшнего рабочего дня. Кирилл Игоревич, уверенно, что за спиной будут говорить только хорошее. В этом нет никакого сомнения. У нас с вами еще один важный аспект нашей сегодняшней дискуссии. Важнейшим партнером Евразийского экономического союза, как и Шанхайской организацией сотрудничества, является Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, АСИАМ. Эти три международные региональные организации установили между собой партнерские отношения. Они объективно являются единомышленниками, они занимаются в своих регионах и субрегионах очень схожими экономическими процессами. И они сегодня, как никогда раньше, тянутся друг к другу. Поэтому мне очень приятно сегодня попросить наших сотрудников воспроизвести видеообращение, которое записал для нас министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуэм Хонг Зиэм. Я попрошу сейчас это сделать. Важнейшим партнером Евразийского экономического союза, в том числе и субрегиональных организаций, 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 и это вовлечение, конечно же, лучше всего осуществлять в рамках взаимодействия между региональными организациями, а также по линии бизнеса. Сегодня о важности взаимодействия деловых кругов уже очень много говорилось, и это не случайно. Без поддержки бизнеса Большая Евразия вряд ли сможет реализоваться. И я хотел бы рассказать вам о том, что эта тема уже обсуждалась один раз достаточно предметно в прошлом году, в сентябре, на Восточном экономическом форуме. У нас там была специальная панельная дискуссия по вопросам формирования Большого Евразийского партнерства. И в ней, так же как сегодня, участвовал генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса, господин Тазио Шиллинг, и тогда он говорил о том, что европейские компании не хотят уходить с рынка ЯЭС. И вот сегодня я перекидываю мостик с сентября 2021 года в мае 2022 года, и хочу снова спросить господина Шиллинга, а что думают европейские компании об этом сегодня? Мистер Шиллинг, у вас есть панель. Здорово. Excellencies, dear Kirill Михайлович, dear ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to speak today at this panel, where we speak about the perspectives of integration, of further development of this very important area Субтитры создавал DimaTorzok 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 что мы используем, что мы используем, что мы используем, чтобы общаться с другими другими людьми. И третья часть нашей миссии, что мы должны рассказать конверситет. Другие сайты, в конфликт, они обычно становятся более вредными, и они focussenя на собственные театры, на собственные зрения, на собственные мессенды. And our role is the most difficult one, is to remind to all sides some very inconvenient truths from time to time. And despite anything that we heard today about the growing importance of different partners, growing importance of new regions in this vast space, if we look at the trade figures, at the investment figures of 2021, so I'm not talking about the distant past like 10 years ago, I'm talking about last year. The European Union was still by far the most important economic partner of this region. In terms of exports from this region to the European Union, it was by far the most important. In terms of the imports arriving to the Eurasian Economic Union, it was in the second place, directly after the APEC region. And this is very important. We are not combating, fighting these changes. We are not against APEC gaining in importance. We think it is right that it's the very essence of economics that opportunities need to be served by those who can do it best. And so it's all natural that in this region, which is in the heart of the Eurasian continent, looks both to Europe and looks both to the eastern regions of the continent, and to the southern regions of the continent. And at the same time, this also means that given this importance, given this continued importance of European business, of the European exchange with the Eurasian Economic Union, it is crucial that we remain open to each other, despite all odds and despite all challenges. And in this regard, there are three priorities that we see. First of all, if we cannot have the strategic discussions on cooperation that maybe we would want to have or that we used to have some time ago, it's important that we keep as close as possible with each other in terms of technical cooperation. This means certification standards, product standards, technical regulation. We need to make sure we do not place additional or too high burdens and additional barriers for business. The economy, and the words of our chairman, of our former chairman, Johan van der Platze, from Schneider Electric, he always said, the economy is like a parachute. It works best when it is open. And second priority is we need to make sure that the investors' rights of yesterday are safeguarded today. And one of the most important areas of this is safeguarding intellectual property rights. And we see that the topic of parallel import is obviously a very important one. In a time when supply chains are disrupted, when logistics is completely out of order, and everything becomes challenging and was normal yesterday. We understand that these markets need to be supplied and that they are looking for ways to getting these supplies. And the Association of European Businesses has always been fiercely against liberalization of parallel imports. But today, we have adjusted. Everybody adjusts. And we have adjusted in the sense that we do not object fundamentally the topic of parallel imports. We understand the temporary, this is a needed solution. But we insist on it being a temporary fix and returning to the very, very stable and balanced system that the Eurasian Economic Union has created with the regional exhaustion of intellectual property rights. It is very important to keep this regime because this is safeguarding investors and investors love certainty. They love stability. And this is the best guarantee that they will stay and they will continue to do business. So, very clearly, as I said, this is the mission of the Association. We continue our mission. It will not be an easy path. We will face sometimes criticism from our partners here because we cannot do certain things that we used to do. We will face sometimes criticism at home because we will do certain things or say certain things. But we believe that no matter what is said now, Europe will not disappear, Europe will not crumble, Europe will adjust and continue to grow and continue to prosper. And so will this region. This region will also find ways, will adjust and will find new vectors of development and of growth. And if we take this into account, this very simple truth, that nobody is going to go away, then we know that the dialogue someday needs to continue and that is what we as an association are working for. And I would like to thank the organizers and you, Kirill Mikhailovich, very much for this opportunity to have this exchange today and wish everybody to stay safe in these turbulent times. Thank you very much, Tadzio. I would like to thank the director of the UNO-Russia and the UNO-Russia with a request to share with us with our thoughts on how to develop the UNO-Russia and the UNO-Russia and the UNO-Russia. And where the UNO-Russia has been moved. The UNO-Russia and the UNO-Russia has been moved. Please, Tadzio. Thank you very much for the important processes that are on our space in the EU. I would like to mention the topic of the development of business business with the UNO-Russia and the UNO-Russia and, first of all, with the UNO-Russia. The UNO-Russia, the UNO-Russia and the UNO-Russia and the UNO-Russia, and the UNO-Russia are active towards the UNO-Russia. So, in the UNO-Russia and the UNO-Russia, I had a number of commitments to the UNO-Russia within the UNO-Russia, Это большой шаг. И хотелось бы отметить, что направлений для взаимодействия множество. Среди них это, конечно, и энергетика, и машиностроение, химическая промышленность, сельское хозяйство, продукты питания, IT. Но мне сегодня хотелось бы остановиться буквально на двух таких ключевых вещах, на мой взгляд. То, что может создать хороший задел на следующие 5-10 лет. Первый блок вопросов – это проекты, связанные с климатом. Было уже сказано, что в прошлом году ЕК принял заявление по климату. Эта тема важна для всех, для всего бизнеса в том числе. И в этой части я считаю, что одним из ключевых направлений для взаимодействия бизнеса стран ЕАЭС и стран ОСЯН могли бы быть реализация совместных проектов, климатических проектов на основе ESG стандартов, ESG принципов. Включая энергопереход на дискоуглеродные источники энергии, включая энергоэффективное производство. И, естественно, вопросы зеленой энергии, выработки энергии и производства промышленного. И здесь для реализации этих проектов очень важно развивать научно-техническое сотрудничество между странами ЕАЭС и ОСЯН, между научными институтами, исследовательскими центрами и, естественно, между бизнесом. А это энергетика, транспорт, лес, сельское хозяйство. Все это в комплексе создаст те условия для взаимодействия в этой сфере. Но кроме этого важный вопрос финансовый. И вопрос создания единого ESG стандарта и далее его интеграция в законодательство наших стран, тот тоже такой главный вопрос, сложный вопрос. В России где-то уже идет, есть задел. И все это может вылиться в то, что будет создан некий фондовый индекс, климатический фондовый индекс. И вот Сергей Юрьевич на прошлой сессии правильно отметил, что очень важно сейчас создавать экологические фонды. Так вот, создание некого ESG климатического индекса позволит в том числе создавать эти фонды. Второй большой блок интересных проектов, как ни странно, это все, что связано со сферой халяль. Дело в том, что Малайзия и Индонезия, которые входят в АSEAN, входят в пятерку мировых лидеров по импорту продукции и продуктов питания халяль. При этом, с другой стороны, если смотреть, кто главный экспортер в мире? Бразилия. Главный экспортер в мире мясо по стандартам халяль. Бразилия, Аргентина, Соединенные Штаты. И здесь открывается огромная возможность для стран ЕАЭС. Вопрос интересный, важный. Еще по той причине, что, к примеру, Малайзия является ключевым на сегодняшний день хабом по поставкам данных видов продукции. А Таиланд является крупным процессивным центром в этой части. То есть, уже как минимум 4-5 стран АSEAN вовлечены в этот цикл. Для нас процесс может быть сложный, осложняется тем, что системы сертификации и стандартизации немножко отличаются в странах ЕАЭС и в странах АSEAN. Но вот в России уже последние годы ведется активная работа по приведению законодательства, по приведению систем стандартизации к единому знаменателю. И я считаю, что данная работа может также быть распространена на другие страны-члены ЕАЭС. Еще по той причине, что за последние годы мы видим активный интерес стран АSEAN в Малайзии и Индонезии к взаимному признанию сертификатов. И на уровне центров по стандартизации России и АSEAN в последние годы ведется активная деятельность. Если эту работу мы сможем перенести на страны ЕАЭС, то огромный рынок открывается для всех стран ЕАЭС. Не только для Казахстана, но и для всех. И здесь главное желание и следование тем принципам, что есть у стран АSEAN. Это два таких основных блока. Можно говорить о многих блока, но я хотел бы остановиться именно на них. И в том числе Александр Анатольевич был, он сказал о стратегиях. Вот, к примеру, в АSEAN принята программа развития экономического сообщества АSEAN до 2025 года. В странах ЕАЭС стратегия до 2025 года тоже. Это два таких огромных плана, программы, которые включают в себя направления практически все, которые интересны бизнесу. И сейчас главная задача бизнесу интегрировать те ключевые вещи и направления, которые уже заложены в стратегии, в свои проекты, в деятельность. Естественно, при большой помощи и поддержке со стороны госорганов, со стороны ЕАЭС, секретариата АSEAN. Поэтому я считаю, у нас есть огромные возможности и перспективы. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Василий Комендарь Ильясович, очень интересные новые направления, а самое главное, подтверждение готовности деловых кругов идти в направлении укрепления сотрудничества с другими партнерами, в том числе в достаточно таких далеких, от нас географические и не всегда хорошо знакомых нам регионах, как Юго-Восточная Азия. Но поверьте мне, это самое перспективное направление нашего сотрудничества. Привлекать партнеров из Юго-Восточной Азии, из Восточной Азии, из Южной Азии, для того, чтобы формировать вместе, в том числе с участием бизнеса, основу для будущего большого евразийского партнерства. Коллеги, у Евразийского экономического союза действительно много партнеров и друзей за пределами Евразии, в том числе в Латинской Америке. И сегодня у нас с вами есть редкая возможность посмотреть видеообращение, которое специально для нашего форума, для нас с вами, записала вице-президент Боливарианской республики Венесуэла, госпожа Делси Родригес. Давайте включим сейчас это видеообращение и послушаем его. Дİa Диансь, отãos блоге районар Ябарния? Ди handо для которых отстают новийский портнерства. Диансь,Since subsequently, в следующий день у нас с вами это видеообращение, от seu Форума, когда был передать новые 2500 зем웠ы, это место для южной이야pend ЯнNEY. Ст Hahнарь terminalы, ц朝 можно идет большеith семей, и автора противyour verify населения будущего. Когда мы увидим об развитии с Unión Экономной Ужди и Америка Латина, мы можем отметить, что у него есть до 131% последовательный увеличение в нашей стране, чем Россия и Калибре. Мы привнём к Венесуу в torнести за бытовые, потому что у него много чего сказать, что у него много чего оформляться. Como ustedes bien saben, Venezuela es la primera reserva mundial de petróleo del mundo. Importantes inversiones pueden recibirse en Venezuela, que tiene además un marco legislativo adaptado para la captación de inversiones de forma segura y de forma transparente. De igual manera, Venezuela es la quinta reserva de gas en el mundo, donde empezamos el camino del desarrollo para la exportación de este importante hidrocarbónico. De igual manera, en el área de minerales, Venezuela tiene la cuarta reserva mundial de oro, tiene la primera reserva de diamantes, tiene hierro, pausita. Son minerales con los cuales nosotros podemos interponer cooperación con este bloque euro-hacia. De igual manera, agroindustria, el desarrollo de la agroindustria, el potencial exportador que tiene Venezuela para la agro-hacia, para la agro-hacia económica agro-hacia, de frutas, de proyectos del mar, de cacao, de carne, y otro elemento de la agroindustria venezolana que se ha venido desarrollando y ha venido recuperando su capacidad instalada para aportar al mundo, incluso en momentos de dificultad que sabemos que se viven en todo el planeta. De igual manera, tenemos que resaltar que Venezuela ha incrementado sus exportaciones no tradicionales en un 76% y que según la CEPAL se coloca en el octavo puesto en América Latina y en el Caribe en incremento de sus exportaciones. Bueno, son noticias para este bloque económico que hoy está llamando en este foro a la integración económica, a las posibilidades de inversión, y yo creo que este es el papel seguro de relacionamiento de Venezuela con otros bloques económicos del mundo y viceversa. Que sea el entendimiento, como ustedes saben, Venezuela es víctima de un bloqueo económico criminal que ha dictado ya más de 502 medidas coercitivas unilaterales para financiar económicamente al país, para afectar los derechos de los derechos humanos de nuestro pueblo. Por ejemplo, las sanciones se han enfocado en petróleo, finanzas, transporte, alimentos, salud, sector privado, también ha sido afectado como la banca, entre otros. Pero la capacidad de resistencia, de recuperación de nuestro pueblo nos lleva por un camino victorioso hacia el desarrollo y la recuperación del progreso de la bienestar social y económico del pueblo venezolano. Sabemos que en este foro también está participando un país que es hoy víctima de un bloqueo económico, como es la hermana Federación de Rusia. Nosotros rechazamos desde Venezuela cualquier forma de instrumentalización de la economía para no utilizarla como instrumento de guerra contra los pueblos. Y resaltamos las bondades que ofrece este foro para un relacionamiento sano de cooperación, de entendimiento y de amistad. Reciba este foro económico de los asiáticos, el saludo del pueblo venezolano, de su presidente Nicolás Maduro, y la certeza de que nosotros seguiremos por este camino de entendimiento y de cooperación económica para afianzar mecanismos de inversión y de cooperación. Este es el camino correcto que deben tomar los países del mundo, alejados del conflicto, y debe ser el entendimiento y el diálogo de los mecanismos para la resolución de cualquier tipo de compromiso. Muchas gracias. Aplausos. 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 S modelling. Aplausos. Aplausos. и всей системы хозяйственных и финансовых отношений. Предыдущие ораторы об этом много и очень интересно говорили. Все мы понимаем, что триггером, хотя и далеко не начальным этапом происходящих изменений, стала гибридная война Запада против России как значимого актора международных экономических отношений. И мы видим, что мир становится более фрагментарным под влиянием односторонних санкций против России, развиваются тенденции к регионализму, что подрывает существующую модель глобализации, но параллельно формирует предпосылки для создания многополярного мира и, как здесь говорили, новых макроэкономических зон. И совершенно очевидно, что одной из таких макроэкономических зон будет африканский континент. Тем более, что здесь вот в самом начале нашей дискуссии говорили о том, что на евразийском континенте сосредоточено 60% мировых ресурсов, а в Африке 38%. Поэтому сложение этих потенциалов, оно как раз приводит к тому, что основная масса ресурсов, она оказывается созредоточена вот в рамках интеграционных объединений на африканском континенте и на евразийском. И в этом контексте растет необходимость в развитии эффективной интеграции наших стран в рамках Евразийского экономического союза с кооперацией с африканским континентом. И как председатель секретаря форума «Партнерство России-Африка» хотел бы особо подчеркнуть, что в новых условиях для ЕАЭС Африка может стать достойной альтернативой или, если хотите, таким мощным дополнением к традиционным рынкам. В последние годы африканские государства уверенно набирают политический и экономический вес, утверждаются в качестве одной из важнейших опор системы мироустройства, которую невозможно игнорировать. Страны континента достигли значительных успехов в экономической области. Особую значимость имеет создание крупнейшего в мире торгового объединения африканской континентальной зоны свободной торговли. Многие государства Африки демонстрируют впечатляющие экономические показатели. Они подтверждают свою инвестиционную привлекательность, в том числе благодаря, как я об этом сказал, уже дефицитных природных ресурсов, в том числе редкоземельных металлов, которых на планете осталось не так уж много. Часть из них сосредоточена значительная на территории Китая и большая часть на территории африканского континента, причем именно тех металлов, которые нужны для перехода на новый технологический уровень. Это и необий, и рений, и другие металлы. И как пример, не говоря уже о том, что этот регион очень быстро развивается, как пример, до пандемии в 2019 году средние темпы роста ВВП по Африке составили порядка 4%, а в некоторых странах эти цифры были значительно выше. Благодаря созданию африканской континентальной зоны свободной торговли на континенте ускоряется индустриализация, вызванная увеличением темпов оптимизации собственных финансовых ресурсов и стремлением уменьшить зависимость континента от внешних источников капитала. В перспективе решения вопросов через именно АКЗСТ, загородительных пошлин, валютного регулирования, а также снижения требований таможенных органов африканских стран. Иными словами, преимущество в том, что ввозя товары из зоны ЕАЭС в Африку, допустим, в одну страну, скажем, в Египет, после этого вы без пошлинных можете продавать на всем континенте. И Африка действительно представляет огромный потенциал для наших стран, и нам необходимо оперативно использовать это, пока имеющееся окно возможности, в том числе и через механизмы наднационального уровня. С целью наращивания сотрудничества ЕАЭС с африканским континентом требуется выстраивание комплексной стратегии, которая позволила бы систематизировать усилия наших стран на данном направлении. В первую очередь необходимо перевести в практическую плоскость положение, подписанного в Сочи, меморандума между ЕАЭС и Афросоюзом. Мы констатируем, что африканцы готовы к наращиванию контактов, а наш интеграционный опыт может оказать значительное положительное влияние на аналогичные процессы на континенте, и наши партнеры подтверждают, что им очень интересен успешный опыт ЕАЭС. Представляется, что для эффективного выхода на африканские рынки государством ЕАЭС необходимо сформировать механизмы взаимодействия в приоритетном порядке с АКЗСТ, и в этом контексте следующим логическим этапом могло бы стать заключение соответствующего меморандума о сотрудничестве, и здесь МИД России готов оказать содействие в организации переговоров с исполнительными органами объединения по этому вопросу. В качестве вектора на перспективу важно было бы рассмотреть вопрос о создании зоны свободной торговли ЕАЭС, АКЗСТ, о создании таких широких зон свободной торговли сегодня здесь тоже говорилось. Аналогичную работу следует проводить и с другими субрегиональными объединениями Африки, такие как экономическое сообщество стран Западной Африки, экономическое сообщество стран Центральной Африки, восточно-африканское сообщество, сообщество развития Юга Африки. Необходимо расширять многоформатный диалог с африканцами за счет наращивания делегационных обменов, поездок официальных лиц Евразийской экономической комиссии в Африку, и тоже здесь мы готовы этому содействовать. Одним из практических решений может стать создание механизмов совместного финансирования экономических проектов в регионах и странах континента, например, путем образования Евразийского инвестиционного фонда. Недавно эта идея обсуждалась в рамках Казань-саммита, только что закончившегося, и группы стратегического видения «Россия-Исламский мир». Его появление вот такого фонда могло бы способствовать совместному выходу компаний стран-членов ЕАЭС на африканские рынки. Пока вот у нас здесь есть потенциал существенный для такой работы, в том числе и с нашими белорусскими партнерами, которые активно работают на африканских рынках, но мы думаем, что и другие страны ЕАЭС тоже могли бы выходить в кооперации с другими членами ЕАЭК на африканские рынки. В заключении хотел бы отметить, что мы продолжаем активную подготовку, как об этом и сказал Кирилл Михайлович, ко второму саммиту форума «Партнерство Россия-Африка». Ну, точные сроки я не могу сейчас назвать, я думаю, что они могут и несколько поменяться, но в любом случае форум состоится, и мы призываем ЕАЭК принять активное участие в формировании повестки предстоящей встречи в Верхах и экономического форума. И мы рассчитываем, что саммит в очередной раз станет той площадкой, которая позволит сблизить наши позиции по многим вопросам, найти взаимовыгодные решения для дальнейшего развития, в том числе в целях формирования большого евразийско-африканского партнерства. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Олег Борисович. Очень интересно, много нового, я думаю, сегодняшние наши участники дискуссии узнали из вашего выступления. Панелисту, участнику нашей дискуссии, Эмилию Абдуковлевичу Хайкиеву, который в 2018-2021 годах был членом коллегии Евразийской экономической комиссии, министром по энергетике и инфраструктуре. Ему наверняка есть что нам рассказать. Пожалуйста. Уважаемые участники форума, хотел бы поприветствовать всех на кыргызской земле и в первую очередь поблагодарить организаторов форума за проведение такого мероприятия в Кыргызстане, в Бишкеке. Хотел бы сердечно поприветствовать своих бывших коллег по дипломатической службе, хотя они мне сказали, что бывших дипломатов не бывает, я задумался. Хотел бы также поприветствовать своих бывших коллег по евразийской экономической комиссии. Очень рад их сегодня видеть. И здесь я бы акцент хотел сделать не только на энергетике или транспорте, а в общем аспекте. Отмечаю, что с момента создания ЕС мы достигнем такой большой прогресс в развитии нашей евразийской интеграции. И пройдена масштабная работа как государственными членами, так и комиссией по созданию нормативно-правовой базы нашего Союза, что создает плодотворную почву для развития эффективного сотрудничества и достижения цели нашего договора. Принято ряд стратегических документов, которые позволяют нам наметить горизонты для дальнейшей интеграции и определить конкретные сферы взаимодействия на ближайшие годы. Хотел бы отметить, что за прошедшие годы была предназначена большая работа по расширению международного сотрудничества. В рамках сотрудничества вы знаете, что статус государственных наблюдателей получили Молдова, Кову, Узбекистан и ряд других государств. Подписано также соглашение о зоне свободной торговли, соглашение по торгово-экономическому сотрудничеству. И активно продолжаются переговоры по созданию зон свободной торговли с третьими государствами. И указанные аспекты подтверждают интерес со стороны иностранных государств к сотрудничеству с нашим Союзом, а также имеющиеся перспективы по развитию партнерского диалога. Ну, по широкому спектру вопросов, конечно, но не обращая внимания на те сложности, которые происходят на сегодняшний день в мире. И ЕАЭСКО является такой уникальной площадкой, которая призвана стать эффективным мостом между Западом и Востоком и крепко соединяющим взаимодействием между различными частями Большой Евразии. И развитие эффективного сотрудничества и торгово-экономической кооперации может стимулировать точки поиска для роста нашей организации в будущем. И здесь важен поиск новых форматов моделей экономического сотрудничества для достижения стабильности мировой экономической формации, чему, безусловно, может послужить евразийская наша площадка. Хотел бы отчеркнуть, что в рамках ЕАЭСКО созданы основные приоритеты направления международного сотрудничества на 2022 год, которые отражают действия организаций, работы организаций на уровне международных организаций, региональных, интеграционных и межгосударственных объединений, ну и в том числе с этими странами. И здесь как бы форма проходит на территории Кыргызстана, поэтому не могу не затронуть работу Кыргызстана в данной сфере. И в 2022 году мы все знаем, что Кыргызстан, он принял уже председательство в Союзе, что является важным событием для нашей страны. И Кыргызстан также отметил ряд тех проектов и направлений в своем послании президента нашего государства. Это продолжение тесного сотрудничества и взаимодействия государственных, а также органов Союза для достижения цели, заложенных в стратегических направлениях экономической интеграции до 2025 года, необходимость укрепления в страну взаимодействия и содействия консолидации усилий государств и членов Союза, направленность на достижение цели и реализации задач нашего Союза, ну и ряд также других задач. И здесь хотелось бы тоже отметить ту важную задачу, скажем, тот важный вопрос, который поднимает Кыргызстан, касаясь транспортного вопроса, это строительство железной дороги Китая, Кыргызстан, Узбекистан. Данный проект важен не только для Кыргызстана, но и для всего Центрально-Азиатского региона, так как он призван укрепить транспортно-евразийские торговые и экономические связи, в том числе направление Южной Азии, Черную и Средиземную морей, а также стран Песинского залива. И здесь немаловажно учитывать, что строительство железной дороги Китая, Кыргызстан, Узбекистан будет способствовать укреплению ту архитектуры Большой Евразии, в будущем. Ну и, соответственно, это тоже представляет большую актуальность в свете планов по запуску в 2025 году этого общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов нашего Союза. И в конце, как мы понимаем, что по ограниченности времени у нас в жизни, и хотел бы отметить, что сегодняшнее международное положение требует выработки новых подходов и формата дальнейшего сотрудничества в рамках ЕАЭС. И абсолютно, Кирилл Михайлович, правильно сказать, что ЕАЭС сейчас является одной из наиболее динамично развивающихся организаций, как вы до этого сказали, это не потому что я там работала ранее, я так считаю, в самом деле есть. И поэтому глубоко убежден, что предложения, рекомендации, которые были выработаны и будут выработаны в ходе работы нашего форума, они послужат и будут способствовать целям и задачам и реализации целей и задач нашей организации. Спасибо всех за внимание, я постарался коротко изложить. Некоторые коллеги, которые остались без обиды, я думаю, есть хорошее время начать с полника, медленно переходящий ужин, но в такой ужин, чтобы человек мог завтра отказаться от завтра. Спасибо большое, Эмилин, высказать в отношении всего того, что сегодня обсуждалось на нашей сессии, из двух точек. Одна точка Китайская Народная Республика, другая точка Кыргызская Республика. И поэтому я хотел бы для комментариев по нашим сегодняшним выступлениям, идеям, соображениям, предложениям, послушать, что думает исполнительный декан Чуньянского института финансовых исследований, заместитель декана и профессор школы шелкового пути Китайского университета Женминь, господин Ван Вэнь. Ван Вэнь, сеншан, чиньи джангхуа, ниньио, санфинчжу. Спасибо. В этом случае, как вы знаете, сейчас изучение Продолжение следует... 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 Спасибо, что это очень символично. Прошу прощения, уважаемый Кубат Калыч, что мы заставили вас так долго ждать, но и мы тоже долго ждали вашего наступления. Пожалуйста. Спасибо вам. Есть такой вот нюанс иногда, что в конце подают что-то острое. Поэтому давайте не будем этого бояться, я постараюсь быть кратким. Говорят, что большие форумы придумали японцы для того, чтобы обучить их искусству инэмури. Инэмури – это сон во время работы. Поэтому некоторые из вас, надеюсь, вы спались хорошо, но все слышали, что тоже очень хорошо. Ну что ж, давайте попробуем поднять сначала философскую проблему и потом спуститься на землю, учитывая наш ограниченный формат. Как писал Александр Блок? Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами. О ком писал Блок? Он писал о русских, он писал о России. Это русский поэт, который писал о Руси как таковой. Теперь давайте просто попробуем понять. Мы используем термин «евразия». Но насколько этот термин соответствует нашему восприятию, находясь в Азии? Европа и Азия – два корня в слове «евразия». Они равноценны, они конгруентны. И была такая история, когда глава кадетской партии России Милюков по приглашению тогдашних евразийцев князя Трубецкого пришел к ним и в сердцах такой сказал «Ну что ваша Евразия? Азиопа!» Вот такой вот был его ответ. Поэтому давайте исходить из того, что два этих понятия конгруентны. Это очень важно для понимания. Как говорится, европоцентричность России, она понятна, она исторически сложилась. Но мы забываем одну очень важную вещь. Россия – это великая азиатская держава. Отсутствие осознания и понимания того, что Россия и есть Азия в прямом смысле этого слова, очень сильно мешает развиваться Евразии с философской точки зрения. Это очень и очень важно для того, чтобы мы могли понять, куда мы идем, зачем мы идем. А так как Россия по-прежнему самое большое государство в мире, это одна седьмая часть суши, и я еще раз повторюсь в этот тезис, что это великая азиатская держава, но без осознания своей азиатскости. Когда говорят «поворот на восток», какой поворот на восток? У вас что, нету дальнего востока? Вы не были на Сахалине? Вы не были во Владивостоке? Нонсенс. Поэтому у России на самом деле есть четыре Азии. То есть первая Азия – это своя. По-географически в России азиатская часть континента больше, чем европейская. Согласны? Можете перепроверить по карте. Вторая Азия – это мы, центральная Азия. Мы стали частью больших, так сказать, проектов 19-го века, 20-го века. И мы не стесняемся, что мы стали органичной частью этих проектов. Поэтому мы по сей день в них, мы в них вовлечены, мы есть. Поэтому центральная Азия на самом деле – это один из важнейших элементов тех Азий, которые есть у России. В первую очередь после своей Азии. Вторая, такая вот широкая, немножко мифическая, начинается на Ближнем Востоке. Передняя Азия, Южная Азия, Турция, Иран, Индия, Пакистан и так далее. Больше такое немножко, что ты старика Хатабыча и одновременно дайте денег. То есть надо быть очень-очень осторожным в переосмыслении этой Азии для России. И, собственно, четвертая Азия в широком смысле – это Пакс Синника. Мир Китая. Я сознательно убираю Японию, потому что я с нее начал про Ины Гури, но я здесь ее в анализ не беру. Пакс Синника, как все, что связано с Китаем, на самом деле до сих пор для нас непознанное и непонятное, и плохо изученное, несмотря на наличие китаистов и всевозможных школ. Как мы можем говорить о повороте на Восток, который мы не понимаем? Это очень-очень важно. Поэтому первое – надо понять свою Азию. России нужно сначала понять свою Азию, свое азиатское наследие, свои азиатские корни. То есть уйти от той парадигмы, которая была, скажем, на протяжении 16-го по 19-й века. То есть стать азиатской страной, как я и говорил. Это очень-очень важно, иначе мы не сможем построить эту большую Евразию без самоосознания России, что она азиатская страна. Поэтому противопоставлять европоцентричности мне бы не хотелось, чтобы не обижать господина Шиллинга, которые так честно и красиво защищают интересы европейского бизнеса в России. Но еще раз повторюсь, самоопределение важнее всего. Это очень такой тезис, еще раз повторюсь, философски. Теперь хотелось бы спуститься на землю, с учетом того, что у нас мало времени, и назвать конкретные шаги. Первый шаг – это интенсификация наших усилий по созданию банка ШОС. Не недальновидность ряда чиновников Минфина Российской Федерации, Центробанка Российской Федерации привела к тому, что не была сформулирована четкая позиция России в отношении банка ШОС. Теперь в условиях геополитической турбулентности мы бегаем, начинаем кричать, давайте использовать юань в расчетах, давайте то, давайте это. В это же время, извиняюсь, на 300 миллиардов долларов где-то заморожены золотовалютные резервы. Вот этот призыв поворота на восток должен наполняться конкретными вещами. Давайте поставим четкую задачу до конца этого года определиться наконец-то с банком ШОС. Я считаю, что это конкретный реальный инструмент, который мы должны воплотить. Но, естественно, я предлагаю, чтобы офис этого банка был в бешкутке. Это святое. Далее. Раз мы уже вяло отдыхиваемся от того, что евразийская экономическая интеграция – это геополитический проект России, ну хорошо, давайте столицу теперь перенесем тоже в бешкет, если мы не против. То есть, получается, что евразийская интеграция, построенная на двух вот этих китах Европы и Азии, ну в конце концов, ну должна какую-то азиатскую проекцию иметь. Кочующая столица Евразии – это абсолютно нормально, для нас это комплементарно, мы потомки кочевников в большей части в этом зале. Поэтому не надо этого бояться. Давайте подходить к таким вопросам. Готовы помочь всяческие правительства, госорганы Кыргызстана. И последний очень важный момент, опять же, вот про золотовалютные резервы мы вспомнили. Но почему? Почему Центробанк Российской Федерации не может как-то перейти в какую-то внутреннюю черту и держать хотя бы 5% золотовалютных резервов в валютах стран своих союзников по Евразийскому экономическому союзу? В юанях уже хорошо. Но почему золотовалютные резервы России, как крупнейшего торгового партнера ЕАЭС, в смысле с другими странами, нету СОМА, нету Тенге, нету Белорусского рубля, нету Драма? 10% ЗВР Российской Федерации уже автоматически помогали бы нашим странам без вот этих шаманских танцев с бубном, созданием фондов развития, еще каких-то инструментов дополнительных. Just do it. Просто нужно это сделать. Уйти от вот этой, извиняюсь, Европоцентричности, выйти за пределы башен Кремля и увидеть Евразию такой, какая она есть. С осознанием того, что, еще раз повторюсь, Россия великая страна, это великая азиатская страна. И находясь здесь в Азии, мы имеем полное право об этом говорить, что через это осознание и самоосознание мы придем к реальным эффективным результатам. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Кубат Калывич. Ваши предложения Центробанку России и министративу финансов России я обязательно передам. Они требуют серьезного изучения, прежде всего потому, что касаются очень важных вопросов. Мы, уважаемые коллеги, заканчиваем, потому что сегодняшняя сессия, мне кажется, подошла логически к своему завершению. Мы обсудили огромное количество проблем и, думаю, вы со мной согласитесь, это обсуждение было очень насыщенным, очень содержательным и очень интересным. Мне показалось, что этот обмен мнениями был и глубоким, и широким. И мы попытались, я надеюсь, у нас это получилось, послушать и представителей власти, и представителей бизнеса, и представителей исполнительных органов региональных организаций. То есть у нас сформировалась, мне кажется, такая очень объемная, рельефная картинка того, что происходит, а самое главное, что нам необходимо делать. Еще одно наблюдение. Мне кажется, что это обсуждение было очень своевременным. Сейчас, когда мир меняется, нам нужно понимать, в какую сторону он меняется, и принимать правильные решения с тем, чтобы все-таки наша большая Евразия состоялась. Мы все в этом заинтересованы. Мы дискуссию нашу продолжим, и я здесь хочу извиниться перед теми, чьи вопросы мы, к сожалению, не успеем сегодня заслушать и ответить на них. Наша дискуссия будет продолжена уже через месяц на Петербургском международном экономическом форуме, где у нас запланирована большая панельная дискуссия о сотрудничестве между ЕС, ШОС и ОСИАН, как интеграционном сегменте будущей большой Евразии, а также экспертная сессия в нулевой день ПМФ. Так что все ваши вопросы мы можем обсудить там, и я очень буду рад всех вас там видеть. А сегодня, уважаемые коллеги, я хотел бы поблагодарить всех за участие, за внимание, ну и прежде всего поблагодарить наших уважаемых спикеров и участников дискуссии. Давайте всем поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы не цитировать слова известного поэта с докладом, помните, у Маяковского доклада, что сделано и делается уже. Но мне хотелось бы, чтобы разговор шел о том, что нужно сделать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ